Желудочки. Средняя часть желудочков правого и левого. Это у нас гортоноидальные пространства, лишь полшар влече и третий желудочек мозга. Синим цветом у нас обозначено состояние лекарно-содержащих пространств на момент лечения, а зеленым цветом размеры лекарно-содержащих пространств после лечения. Здесь представлено стилистическое исследование для стомограммических данных детей, которые получают лекарно-содержащих пространств. Это зеленые полки, которые в отношении 7,5 поставили на 4 меж. Здесь изображена диаграмма детей, которые получают лекарно-содержащих пространств. И мы видим, что это просто передачи пространств, не только не уменьшились, а даже увеличились. Я хочу сделать замечание, что это не потому, что люди получают неправильное лечение или что-то еще там предошло. Просто тот расклад после лекарно-содержащих пространств, который возникает после перенесенных храмов, он с каждым месяцем нарастает, извлекает все больше и больше структурно-содержащих пространств. А занять это как-то медикаментозно невозможно, потому что структуральные изменения в лучшем городе не были сделаны. В этот гемез, как бы, этих состарений, он не был устранен. Поэтому при медикаментозном лечении эпохсодержащих пространств улечит размеров, после говоря, нам о том, что постгопатические изменения продолжали развиваться. И в Санкт-Петербурге защищена диссертация на эту тему доктором Става Паком, Егоровой Еленой Анатольевной, которые тоже свои статистические исследования, используя данные в лекарно-профее, показали, что в сравнении с медикаментозной терапией и астопатической силой улечитый эффект в этом плане. На заключение хочу сказать, что астопатическая медицина является эффективным методом лечения, ведь есть продавленные травмы на краю пепридуральной зоне. Применение астопатического лечения предупреждает развитие татологических, хрошей шестередных медических цепочек и положено сказывается на постуральном балансе в целом. Своевременные астопатические исследования позволяют распознать тип родовой травмы и найти оптимальное лечение. Я хочу сказать, что я совершенно согласна с профессором Дениско-Михайловичем, который говорит о том, что статистическая склероза должна начаться, начаться, музыкская вообще не будет. Я думаю, что если мы научимся более внимательно относиться к раннему детскому возрасту, то если мы научимся распознавать наличие этих родовых травм, и вовремя оказывать лечение, вовремя оказывать лечение в первой неделе уже 1 месяц, потому что пока я не начал ходить, и не начали у него действовать силы реабилитации, то если мы уже на физической приборке, то еще не можем не исправляться. Поэтому я решила, что физически мы смотрим на лечение детей, но это не меньше. И ваше спасибо.